Сегодня речь пойдет по поводу биопсии сигнальных лимфоузлов флюоресцентным методом с помощью ICG и с помощью аппарата производства Carstros системы Рубина. Процедура биопсии сигнальных лимфоузлов в данный момент вошла в стандарт хирургического лечения пациентов с клинической N0 первичной оперативной ракомолочной железы. Данная методика позволяет минимизировать риски послеоперационных осложнений, связанных с лимфоденектомией. Позволяет пациентам избежать лимфодемы, лимфостаза. Флюоресцентный метод заключается в следующем. Флакон ICG разводится на 10 мл воды для инъекций. Для определения сигнального лимфоузла мы сейчас в последнее время используем 1 мл. То есть мы вводим 1 мл в периолярную область. Подкожно полмиллилитра, дальше полмиллилитра вводим внутрикожно. То есть почему вводится подкожно и почему вводится внутрикожно, а не перитуморально или интратуморально. Потому что лимфопути, которые идут, они под кожей располагаются. Если ввести антитуморально, то время экспозиции, до того момента, как начнется появляться доминантная дорожка, будет достаточно длительным. А тут при периодальной инъекции время занимает порядка 5-10 минут. Дальше посредством системы рубина мы определяем доминантную дорожку, которая в большинстве случаев идет в акселярную область. Дальше производим разрез в акселярной области, покраивалась листой части. Открываем кожу, подкружевую клетчатку, доходим до большой грудной мышцы. Дальше с помощью системы смотрим, где что накопилось. В данном системе присутствует несколько режимов. Есть монохромный режим, есть интенсивный режим. Монохромный режим позволяет визуализировать именно путь, который доминантно идет в акселярную область. При интенсивном режиме четко видно, что в клетчатке накопил лимфоузел. Окраска у него немножко другая. В центре более четко и ярко, а по периферии менее интенсивная. То есть четко мы видим, что это лимфоузел. Тот лимфоузел, который накопил, его селективно удаляем. То есть в среднем удаляется 1-3 лимфоузла, которые накопили контраст. Дальше исследуется, и в случае, если нет пораженных лимфоузлов, лимфоэнектомия не выполняется. И девушка после операционного периода очень сильно выигрывает в плане осложнений. При использовании данной методики, именно определенной биопсии сигнального лимфоузла флёрсентным методом со стойкой рубина, сперва выполняется биопсия сигнального лимфоузла, а затем выполняется уже тот объем операторского запланированного на молочной железе. Чувствительность и специфичность данного метода при использовании СИЖИ посредством новой технологии рубина порядка 95-97%. То есть что сопоставимо с радиоизотопом. При рандомизированных исследованиях, то есть эффективность что СИЖИ, что радиоизотопа, она сопоставима. То есть комбинированный метод использования радиоизотопа и СИЖИ дает прибавку 1-2%. Продолжение следует...